Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Собачье обоняние может обнаружить среди них одну нужную молекулу вещества С таким нюхом ты можешь всегда находить самую любимую пиццу Притвориться экстрасенсом и находить людей за деньги Или даже устроиться телохранителем короля Сори, Арнольд, я не любитель кровопролитных сцен, поэтому мы с вами посмотрим интересную информацию Давайте пожелаем новым друзьям Арнольда приятного аппетита и познакомимся с ними Итак, оборотней называют ликантропами Словом, пришедшим из античной Греции Автором термина является историк Геродот Который две с половиной тысячи лет назад в описании Скифии Упоминал о людях, способных мгновенно превращаться в волков А вот что касается вампиров То в словаре Оксфорда слово «вампир» впервые появляется в 1734 году Арнольд, ты жив! Как я рад! Но что у тебя на шее? Не может быть! Первый человек, которого одновременно укусили и вампир, и оборотень Мне уже интересно, как ты будешь теперь выглядеть? Пока ты ищешь идеальную форму, расскажу один занятный факт В 1999 году 907 американцев оформились страховой полис против самих себя На случай, если они вдруг полнолуние превратятся в оборотни Арнольд так тебя быстро раскроют Нужно выбрать вид нечисти менее броский Тем более еще в средневековые времена рыжие считались вампирами О, Фрэмки уже добавляет тебя в друзья Это приятно! Он тоже собран непонятно из чего Мы знаем про вражду вампиров и оборотней Я никогда бы не подумал, что увижу эту хрень в одном теле О, ты проголодался! Теперь тебе нужно есть за двоих Отправляйся на поиски жертвы Идеальная жертва! Бон аппетит! Арнольд, а ты где? А как ты хотел? Против природы не попрешь Не забудь только убрать за своим песиком Тоже мне кровопиться! С такими успехами можешь вообще переходить на веганство О, забыл тебя предупредить На двойное существо и двойная охота Теперь надо оставить свою вражду Так как у вас теперь общие враги Молитвы тебе уже не помогут И, конечно, чеснок для тебя смертельно опасен, глупец Не мы выбираем судьбу Она выбирает нас Осторожнее, Арни! Ого! Похоже, кто-то разлил здесь радиационные отходы Эй, Арнольд! Теперь ты можешь стать супергероем! Ты знал, что Росомаху из Марвел Изначально звали Человек-барсук Ты же будешь Человек-баброскунсодятел Это первый случай в истории Сразу три суперспособности Но суперспособности есть не только у тебя Например, мастер меча из Японии Исао Мачи Способен разрубить пулю Летящую на скорости 320 км в час Слави Шапайкич из Сербии Может выдерживать 20 тысяч вольт электричества А также готовить продукты, пропуская ток через тело А Вим Хофф из Нидерландов Способен часами выдерживать отрицательную температуру Он даже взобрался на Эверест в одних трусах Что насчет тебя, Арнольд? Ого! Я вижу, ты обрел способность забивать гвозди головой Строить плотины, а также разводить на себе суперблок Если ты думаешь, что твои суперсилы глупые Посмотри на Дог Уэлдера из DC Comics Чья сила приваривать собак к противнику Ад Сейтгейст из Люди Икс После ночной пьянки обнаружил способность блевать кислотой Ты знал, что состояние Бэтмена 98 миллиардов долларов? Быть супергероем — очень прибыльное занятие Первый комикс про Супермена был продан на аукционе за 3,5 миллиона долларов А судя по количеству запросов в Гугл Человек-паук популярнее, чем президент США Арнольд, я понимаю, все это очень круто Но все-таки задача супергероя — не купаться в лучах славы А сражаться за добро Эй, ребята, мир в опасности! Без вас все обречены! Окей, я вас предупреждал Доброе утро, свинка Арнольд! Лети, это же знаменитая семья свинки Пеппы! Ты такой счастливчик, Арни! Многие бы хотели сейчас быть на твоем месте Где твои манеры, Арнольд? Семья Пеппы — весьма консервативные и интеллигентные уроженцы Британии Не позорь меня, пожалуйста! Сериал «Свинка Пеппа» был переведен более чем на 40 языков И был показан в 180 странах Годовой доход превышает 1 миллиард долларов Примерно столько же зарабатывал Аль Капоне и его чикагская банда Ты точно уверен, что хочешь поставить этот бизнес под удар? Вот теперь это выглядит как самая настоящая серия мультика Мама-свинья учит держать ложку в руках А Пеппа газлайтит отца за его вес Формат трехминутной серии очень быстро нашел своего зрителя За это время авторы покажут знакомую всем бытовую ситуацию И научат жить эту жизнь Арнольд, это же знаменитые прыжки в луже Посмотри, каждый в своих фирменных ботиночках Стоп, ты куда? Мы же с тобой это уже обсуждали Арнольд, полиция тут не поможет Ведь там работает подружка семьи Мисс Кролик И теперь тебя ждет ужасно интересная игра Голодная свинка Популярность свинки уже давно вышла за рамки шоу За один год компания продает Да что здесь, черт возьми, происходит? Ладно, Арнольд, с меня хватит Береги себя, старина Шорж, какая встреча Слушай, тебя никогда не интересовало Что будет, если тебя похоронят заживо? Люблю эту тему Арнольд поздравляет и оказался в центре самой грандиозной войны По масштабам больше, чем все войны человечества вместе взятые В ней участвуют десять квадриллионов муравьев Знаешь такую цифру? А какую знаешь? Ясно Посмотри, муравьи готовятся к битве Если бы муравьи стали размером с людей То у человечества не было бы ни единого шанса Ведь даже рядовой муравей Смог бы поднять 16-этажный дом И бежать с ним со скоростью 55 километров в час А вот и гости Беги! Ох, Арнольд Координация в пространстве никогда не была твоей сильной стороной Хотя, посмотри Ты заставил их бегать по кругу И навел главаря на собственный феромонный след Если у муравьев такое случается Ты создал муравьеворот Вожак будет водить свою армию по кругу Пока они все не умрут от истощения Ты герой для этих парней, Арнольд Они хотят представить тебя королеве матки Но что это? О, ты попал на дележку власти Иногда в муравейнике появляется вторая матка И тогда обе матки проводят между собой поединок Решая, кому достанется власть Настоящая демократия А затем большинство уничтожает меньшинство Беру слова про демократию назад Берегись! Арнольд, ты настоящий счастливчик Тебе удалось пережить даже государственный переворот Ну что это? Ты пропитался запахом трупов И теперь муравьям кажется, что ты тоже умер Поэтому они похоронят тебя заживо Что ж, твое везение не могло длиться вечно Арнольд был бесполезным олухом Знакомьтесь, это Гертруда А это Арнольд Этот поросенок немного умнее Арнольда Нет, не потому что у нее встроенный чип нейролинк в мозге А потому что она приехала сюда на автобусе В отличие от нашего рыжего дурачка Который припарковал свою машину у мафиози За 50 долларов в час На этой конференции Илон Маск покажет процесс установки продвинутого чипа Уже в мозг этим милым обезьянкам А в скором будущем и человеку Арнольд, прекрати дразнить приматов ключами Ну вот, молодец, наигрался Не понимаю, зачем такого идиота Илон позвал на свою конференцию С научной точки зрения нейролинк довольно простое устройство Это набор электродов, которые передают электрические импульсы нейронов мозга в компьютер Но с технической точки зрения это все же сложное устройство Представьте, что мозг — это клубок очень запутанных проводов А вам нужно очень аккуратно подключиться рядом При этом ничего там не повредит Арнольд, беги, время оплатить парковку Скоро твою тачку заберет эвакуатор Нужно скорее забрать ключи у шимпанзе С такими ценами на парковку Будешь питаться до конца месяца только китайской лапшой Надевай костюм обезьяной Так у тебя больше шансов Я знаю, что он плохо пахнет Это всего на пять минут Давай пробуй еще, у тебя получится Эй, ребята, куда вы потащили Арнольда? Только я могу ставить над ним опыты Илон, пожалуйста, пожалуйста, будь нежнее с ним Блин, ну кому я кричу? Я же просто голос в голове этого кретина Размер мозга Арнольда почти как у примата И эта версия чипа подойдет ему как родная Благодаря нейролинк Арнольд теперь может общаться с другими обладателями этого устройства Силой мыслей по Wi-Fi А также иметь огромную скорость взаимодействия с сетью интернет Арнольд, давай, напрягись Ты точно сможешь это сделать Скачай с интернета язык жестов обезьян В городе творится полный хаос Сошлись два гиганта Кинг-Конг и Годзилла Доброе утро, Арнольд Какие планы на сегодня? Видимо, планы на сегодня не сдохнуть Страшно Но что, если это все выдумка? И Кинг-Конг с Годзиллой не смогли бы выжить на Земле? Все просто Смотри Самый большой в мире человек Роберт Першин Уодлоу Его рост был 2 метра 72 сантиметра И прожил он всего 22 года Это болезнь, которая называется гигантизм При болезни мозг выделяет чрезмерное количество гормона роста Поэтому в процессе эволюции человека выработалась норма роста и веса Отклонения уже считаются заболеваниями Одну из самых больших нагрузок испытывает сердце Которое должно циркулировать вместо 5 литров 15 литров крови И часто оно не выдерживает такую динамику Но что насчет того, что на Земле уже есть гиганты И это киты Тут все можно объяснить Плотность воды выше, чем плотность воздуха И практически равна человеческой Поэтому мы можем оставаться на поверхности соленой воды Это значит, что сама среда обитания поддерживает вес живых существ Пример киты Предки которых 50 миллионов лет назад выглядели как собака с копытцами Годзилла и Кинг-Конг не смогли бы существовать на Земле И все из-за гравитации Но что, если отключить гравитацию, чтобы с научной точки зрения допустить этот факт существования Годзиллы и Кинг-Конга? Все вокруг, что не закреплено, взлетело бы в космос Тем, кто будет на открытом месте, не повезет И он летит в космос А вот тот, кто окажется в помещении, еще сможет прожить некоторое время Пока дома со временем не взлетят вверх И где это ты? Ого! Это что, колесей? Именно! И сейчас тебе устроят борьб против Гориллы Горилла сильнее тебя в 10 раз А ее руки длиннее в полтора раза Горилла может убить тебя минимум тремя способами Укус Гориллы равен 88 атмосферам и способен раскусить шар для боулинга Удар лапы силой 1300 фунтов дробит бетон Еще тебя могут просто разорвать пополам Ведь в жиме лежа Горилла поднимает до 4000 фунтов К счастью, Горилла никогда не нападает на человека первым Это мирная обезьяна А ее IQ достигает 90 Этого хватит, чтобы стать звездой в социальных сетях Окей, это был пранк Твой настоящий противник кенгуру Выдержишь ли ты удар кенгуру? Удар Конана Макгрегора 1900 фунтов Удар кувалдой 2000 фунтов А удар кенгуру достигает 3300 фунтов Этого хватит, чтобы вырубить тысячу человек ударом в челюсть Ставь лайк, если бы легко размотал кенгуру в уличном бою За последние 100 лет кенгуру убили всего 2 человека И хоть этот парень слегка груб, ему просто нужно личное пространство А теперь существо с самым сильным и быстрым ударом в мире Рак Богомол Его не зря держат в пластиковом аквариуме Удар рака Богомола длится 800 микросекунд И похож на попадание пули 22-го калибра Пока ты моргаешь, рак наносит 62 удара Создавая ударную волну в 8000 градусов Эта температура почти как на поверхности солнца К счастью, это работает только под водой Аккуратней с ним Матерь Божья, это динозавр! О, Арнольд, ты меня напугал Я вижу, ты решил посетить палеонтологический музей А тут круто Даже Орачимара из Наруто здесь Я слышал, он владеет техникой воскрешения Что? О, нет! Неужели он решил применить ее на динозаврах? Бегите, глупцы! Динозавры очень опасны Будь то травоядные, плотоядные или динозавры-радикалы Они безумно злы, ведь не ели уже 66 миллионов лет К тому же динозавры могут стать еще злее Если увидят, что стало с их потомками в ходе эволюции Мировые лидеры объявляют военное положение Увы, в науке мало что известно о поведении динозавров Лучшим решением будет пригласить специалиста по бешеным индяйкам В атаку! Динозавры царствовали на Земле в течение 160 миллионов лет Но падение метеориты изменило ход эволюции И позволило развиться нашим предкам Млекопитающим Теперь победят сильнейшие Но что происходит? Кажется, я понял За 66 миллионов лет климат на Земле стал холоднее А количество углекислого газа в атмосфере изменилось Похоже, динозавры не могут тут жить и снова вымрут Что же делать? В теории мы можем построить парк юрского периода Мы будем кормить их и искусственно поддерживать климат Это место может стать самым прибыльным в мире А также будет мировым поставщиком яиц и навоза Но, увы, обычный динозавр в день съедает тонну травы Или более 100 килограммов мяса Скорее всего, динозавры съедят всю фауну парка А после начнут есть друг друга Пока снова не вымрут Похоже, все-таки динозавры не смогут жить в наше время Хочешь их спасти? Единственный шанс — отправить динозавров в прошлое В идеальный для них мир Время прощаться, Арни Ты же знаешь, там им будет лучше Ты уже приручил свою пиранью? Или учишь ее новым трюкам? Ну, ты хотя бы стараешься Ну, ничего, может, получится с новым питомцем Знакомься, тигровая акула Твоя задача — ее приручить Ах да! Тоби тебе больше не пригодится Эх, я почти к нему привык Арнольд, акула хочет есть! Пора приступать к ее приручению А домашнивание длится десятки поколений Потребовалось 60 лет и 35 поколений, чтобы приручить черно-бурых лисиц У них мутировал ген послушания Ученые не знают, есть ли этот ген у акул Чтобы добиться результатов, потребуется минимум 250 лет Ставь лайк, если не готов ждать Арнольд, сейчас не самое подходящее время, чтобы выбирать ей имя Акула голодна! Берегись! Фух, мягкое приземление Мечтаешь, чтобы тебя кто-то приручил? Помни про изменения, которые ждут любое одомашненное животное Обвислые уши, мелкие зубы, изменение окраса И уменьшение мозга на 10% Также будь готов к генетическим дефектам Правда, связанных лишь с выделением адреналина в критических ситуациях Арни, ты когда-нибудь просыпался с акулой? Погоди, ты что, оставишь бедную рыбку умирать? Ого! Ты погрузился на 1150 футов, чтобы попрощаться со своим питомцем? Это так? Тупо! Тебя сейчас съедят! Что? Тоби? Откуда он? Хм, то есть все так, как я и рассчитывал Хм-хм-хм Арнольд, ты спасен! Ура! Из всех одомашненных животных раньше всего человек приручил собаку Поэтому собака — единственное животное, способное определить эмоцию человека Если бы 20 тысяч лет назад история пошла по-другому То главным другом человека мог стать ворон, медведь или даже осьминог А возможно, благодаря тебе когда-нибудь мы получим дрессированных пираний Но не сегодня Что-то ты сегодня заигрался Единственное разумное решение за день — лечь спать Спокойной ночи Целый день, проведенный за видеоиграми, не пройдет бесследно После такого перевозбуждения может быть кое-что страшное Сонный паралич Фаза быстрого сна Когда тело обездвижено, мышцы скованы, а ты при этом видишь и слышишь В такие моменты случаются галлюцинации И кажется, что на тебя взобрался демон Но это ненадолго Что такое, Арни? Боишься спать в темноте? Около 10% людей на всей планете страдают никтофобией Страхом темноты Ученые полагают, что это заложено генетически Наши предки боялись быть съеденными ночными хищниками Поэтому в темноте воображение рисует самые жуткие картины Кажется, за окном кто-то есть Ха-ха, Арнольд, в битве с Икундяев ты бы занял первое место Весь страх формируется в миндалевидном теле головного мозга В этом полуторасантиметровом мешочке формируется ощущение страха Правда, были случаи, когда у людей миндалевидное тело было разрушено Вследствие болезни Урбаха Витте Это отключает чувство страха навсегда Но это точно не про тебя Ты боишься всего, даже собственной тени Ладно, уговорил я включу свет Чтобы ты не думал, что тут кто-то есть А спать с включенным светом – плохая идея Это подавляет выработку гормона сна мелатонина Что может привести к лишнему весу Поэтому выбор очевиден Чтобы не стать толстым трусом, давай спать в темноте Да, уснуть, когда кажется, что в комнате еще кто-то есть, непросто А может, это всего лишь твое воображение? А может и нет Мечтаешь стать человеком-пауком? Только не говори, что хочешь дать пауку укусить тебя Это же черная вдова Яд этого сантиметрового паучка в 15 раз сильнее яда гремучей змеи Хорошо, что первая на человека она не нападает Ты что, проглотил паука? Путь до желудка по пищеводу напоминает отвесную водную горку С бассейном соляной кислоты в конце Она легко обезвредит паучий яд И если бы ты запил паука водой, то он бы достиг желудка за 2 секунды Но без жидкости он падал 9 секунд и успел тебя укусить Так что приготовься Яд черной вдовы содержит нейротоксин альфа-латродоксин При укусе он прикрепляется к рецепторам нервных клеток и вызывает туда приток кальция Из-за этого выделяются гормоны, вызывающие судороги и паралич Арнольд, ты же хотел суперсилу? Теперь твой пресс не пробить и кувалдой А как насчет 4-х часовой эрекции? Или глаз, которые вылазят из глазниц на 3 сантиметра? По-моему, ты скорее похож на суперзлодея Что, Арни, зря ты съел именно этого паука? Воспользуемся начавшимися галлюцинациями и посмотрим другие варианты Вот Арнольд, которого укусил шестиглазый песчаный паук Его яд вызывает внутреннее кровотечение и некроз тканей Противоядия не существует А вот жертва укуса самого ядовитого паука Согласно книге рекордов Гиннеса Бразильского странствующего паука Его укус в большинстве случаев приводит к остановке сердца Но вернемся в нашу реальность К счастью, только 5% взрослых умирают от яда черной вдовы После 12-48 часов жутких мучений действие яда прекращается Арнольд, стой! Это невинный домашний паучок Он не ядовит Ничего не сможет сделать этот пикник еще хуже Кроме гигантских муравьев Откуда они взялись? Эксперименты зоны 51? Проделки безумного ученого? Или Шакиланил укусил муравья и тот стал огромным? Это неважно, когда вокруг миллионы муравьев размером с собаку Факт Ежегодно муравьи убивают больше людей, чем леопарды 20-ти миллионная армия муравьев Сифау за сутки съедает лошадь Они всегда кусают одновременно А их челюсти настолько мощные, что их используют в качестве зажимов для ран Осторожней, Арни! Этот муравей поднимает до полторы тысячи фунтов И развивает скорость до 30 миль в час Тебе не скрыться На земле 20 квадриллионов муравьев Это по 2,5 миллиона на одного человека Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова